Фонд обязательного медицинского страхования против больницы. Парадоксальный случай рассматривает арбитражный суд Оренбургской области. Фонд ОМС отказывается оплачивать выполненную работу врачам детской городской больницы. Почему и за чей счет теперь будем лечиться? В суде побывала наша съемочная группа. Две организации, которые должны работать вместе, теперь выясняют отношения в суде. С иском обратилась городская детская клиническая больница. Требования к страховщикам, казалось бы, логичные. Выплатить им деньги за работу по статье обязательного медицинского страхования. Врачи подсчитали, за прошлый год они перевыполнили план почти на 11 миллионов рублей. Мы неоднократно обращались как в САГАС, так и в территориальный фонд с вопросом об оплате оказанной помощи сверхобъема, поскольку федеральным законодательством гарантируется оказание граждан застрахованным в системе ОМС бесплатной медицинской помощи за оказанные больницы, медицинские услуги и сверхустановленного объема. Однако в фонде обязательного медицинского страхования и его территориальном представительстве такие аппетиты врачей посчитали по меньшей мере нескромными. Сразу вспомнили, что лечить детей нужно по плану и не больше того количества, которое предусмотрено в договоре. Что же касается сверхобъемов, то это уже к ним не относится. Получается, что врачи за свой счет лечили малышей. Вы детально знакомились с условиями договора и подписывая его, тем самым вы согласились с этим договором, так? Так. То есть заключая договор, вы осознанно подписались под пунктом, что помощь будет оплачиваться страховой компании в рамках плана задания, который устанавливается в комиссии. Теперь у меня такой вопрос. Почему именно сейчас вы требуете от ответчика нарушения договорных обязательств, под которыми вы сами подписались? Решение комиссии, которое предлагает нам оспорить в данном судебном заседании представитель ответчика и представитель третьего лица, не содержит указания относительно прав и обязанностей, не является обязательным предписанием, поскольку комиссия не является публичным правовым органом. Специалисты детской больницы в недоумении, как теперь лечить маленьких пациентов и как считать, насколько выполнен план. Непонятно и то, как быть с пунктом, указанным в договоре обязательного медицинского страхования, где черным по белому указано, организация обязуется оказывать медицинскую помощь любому застрахованному лицу в рамках территориальной программы ОМС. Если пациент обратился сверх объема, то по мнению территориального фонда, мы должны отказать, закрыть дверь больницы на ключ, пока выяснят отношения во все остальные инстанции. Кроме того, еще есть уголовный кодекс Российской Федерации. Лицо, не оказавшее медицинскую помощь обратившемуся пациенту, несет уголовную ответственность, если это повлекло за собой, сложнения, связанные со здоровьем. Представители фонда обязательного медицинского страхования сегодня назвали и еще одну причину, почему не хотят платить врачам за перевыполненный план. По их мнению, зачастую лечебные учреждения намеренно приписывают пациентов. Цель одна – заработать побольше денег. Чтобы не гадать, кто прав, сегодня судья назначил провести независимую экспертизу, по результатам которой станет ясно, нужно ли было лечить маленьких пациентов сверх нормы. Следующее заседание назначено на начало сентября. Анонимых Петр Рукин, Орин ТВ. Стоит отметить, перед началом заседания представители фонда медицинского страхования выступали против видеосъемки. Они опасаются, что такая глазка может послужить положительной практикой для других лечебных учреждений, которые также перевыполняют план.